Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги и партнеры! Рад вас видеть на вебинаре компании Skyway Capital, презентационный вебинар. И первым делом я хотел бы удостоверить, что вы меня слышите, видите хорошо, и если все в порядке, поставьте, пожалуйста, пятерочку, либо десяточку в нашем чате. Если есть какие-то проблемы, то я вам сразу рекомендую сделать следующее. Либо у вас могут быть проблемы с браузером, то есть можно выйти, скажем так, из вебинарной комнаты, перезагрузиться в другом браузере. Если слышно совсем плохо и вообще не слышно, либо что-то не видно, сделайте это тоже. Просто перезагрузите и зайдите в комнату. Ну, в принципе, давайте кратко, куда вы попали и почему. Потому что вы, возможно, попали на наш вебинар благодаря информации, которую вы видели в мире интернета. Это могут быть социальные сети, например, объявления, гласящие о инновационной транспортной технологии, которые развиваются сегодня практически на территории всего земного шара. И о возможностях принять участие в инвестировании посредством краудинвестинга. То есть это схема финансирования, которую компания Skyway Capital сегодня использует для выведения инновационной транспортной технологии на мировой транспортный рынок. Что еще хотелось бы отметить? То есть вы можете задать вопрос, почему непосредственно вы сегодня оказались на вебинаре. Ну, возможно, скажем так, вы относитесь к той группе людей, которая на сегодняшний день плотно сотрудничает с нами. И, как правило, этих людей объединяет, ну, несколько общих, наверное, черт характера, общих взглядов на жизнь. То есть я могу предположить, назвать некоторые из этих, скажем так, черт характера. И если хотя бы две совпадут с теми, или я угадаю, что вы относитесь к этой группе людей, просто поставьте плюсики в чате нашего сегодняшнего вебинара. Ну, в принципе, с чего могу начать? То есть, возможно, вы относитесь к людям, которые заботятся об окружающей среде, об окружающем мире. То есть вы всерьез переживаете, скажем так, выстраиваете будущее для своих детей, для будущих поколений. У вас активная жизненная позиция, у вас есть собственное мнение, видение по развитию ситуации в мире. То есть вы эту точку зрения готовы отстаивать. Возможно, вы бы хотели стать причастным к какому-либо крупному инновационному проекту, либо, скажем так, к каким-то крупным изменениям на нашей планете. А их сейчас, в принципе, много в разных направлениях. Предположу, что вы человек, возможно, творческий. Причем, если у вас это не творческая профессия, да, и вам приходится каждый день ходить, зарабатывать себе на хлеб насущный, возможно, у вас есть какое-нибудь творческое хобби. Возможно, вы любите путешествовать, перемещаться по этой планете, да, посещать новые места, то есть получать новые впечатления. Возможно, вы любите вкусно поесть. Вы, возможно, следите за собственным здоровьем. Возможно, вы занимаетесь каким-либо видом спорта, чтобы держать, скажем так, в здоровом теле здоровый дух. Вот. Ну и предположу, что кто-то из вас задумывался, а может быть, уже владеет каким-либо собственным бизнесом. Возможно, кто-то из вас имел, либо имеет отношение к такому виду деятельности, как MLM бизнес, да. Возможно, вы имеете достаточный доход, достаточный заработок, и уже не раз думали о том, как бы вам денежные средства, которые вы зарабатываете, либо получаете посредством бизнеса, который у вас есть, приумножить для того, чтобы сделать, скажем так, какой-то вход инвестиционный в какое-либо направление и в дальнейшем получать пассивный доход. Ну и очень важная, наверное, черта, которая отличает людей, сотрудничающих с нами в проекте компании Skyway Capital, то, что те люди, которые к нам приходят, с которыми мы вместе, скажем так, трудимся рука вокругу ежедневно, они понимают то, что будущее, завтрашний день, да, там, через год зависит от них самих. То есть все находится в наших руках, и те шаги, которые мы принимаем ежедневно, да, они влияют на то, каким будет мир завтра, то есть какими будут те условия, в которых нам жить, воспитывать детей, развиваться и так далее, и так далее. Итак, плюсики, не знаю, ставите вы или нет, потому что я в чате пока активно нет, но предположу, скажем так, что из тех, кто находится в нашем сегодняшнем вебинаре, ну, хотя бы два из перечисленных качества соответствуют каждому из вас. Что хочу еще сказать, что речь у нас сегодня с вами пойдет о технологии, да, и прошу вас сделать следующее, то есть, в принципе, информация будет интересная, да, постараюсь где-то в течение 30-35 минут дать кратко информацию о том, чем вы имеете дело, какая выгода для вас будет на сегодняшний день. Вот, речь у нас пойдет о транспортной технологии, о мире перевозок, о мире транспорта, которого мы касаемся с вами ежедневно. Вот, а сейчас бы еще хотелось мне узнать, если вам не сложно, если, скажем так, у вас руки и пальцы не болят, напишите в наших чатах вебинарных, да, из какого города вы, вот, если вы любите путешествовать, то какие это расстояния, ну, чтобы, скажем так, иметь представление, как часто вы имеете действительно отношение к миру транспорта. Ну, это нам поможет просто в процессе презентации. Буквально два слова о себе. Зовут меня Максим, фамилия Ведро, я уже 4 года являюсь сотрудником группы компании Skyway, то есть 22 июля 2014 года я пришел сотрудником в эту компанию. Уже на протяжении 4 лет я ознакомлю людей с информацией о развитии технологий, с информацией о развитии проекта компании Skyway Capital, получаю это удовольствие. Люблю, когда люди задают вопросы, но лучше всего, когда мы, вот, раз уж мы заговорили о нашем вебинаре, да, лучше всего, чтобы вопросы вы задавали по окончанию вебинара. То есть, если они у вас есть, чтобы я их мог видеть, чтобы я как-то мог от них отреагировать, поэтому лучше всего, если вы будете задавать вопросы мне непосредственно в процессе, точнее, если у вас вопросы будут появляться в процессе вебинара, чтобы задали эти вопросы мне по его окончанию. Так будет, наверное, наиболее правильно. Итак, коллеги, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Да, то есть, что вас ожидает в ближайшие полчаса 40 минут? Первое, мы кратко сфокусируем ваше внимание на сегодняшней ситуации, которая сложилась в транспортном отрасли, в тех четырех транспортных системах, которые мы, в принципе, с вами используем ежедневно. Далее мы поговорим немного о технологии струнного транспорта, которую разработал Анатолий Дартович Веницкий и созданной им компанией Skyway, о тех успехах, которые достиг проект с 2014 года на сегодняшний день, и как он движется, как он развивается. Мы поговорим о тех возможностях, которые практически доступны абсолютно любому человеку, который до этого не разбирался в мире инвестиций, в мире транспорта. Да, то есть, дальше у нас будет блок вопросов. Ну и, в принципе, для самых вовлеченных или увлеченных наших зрителей, которые, скажем так, пришли разобраться в нашем проекте, в конце нашего вебинара я вам просто рекомендую досидеть до конца, как говорится, добыть до конца, дослушать информацию до конца. У нас будет небольшой сюрприз, предложение очень выгодное, да, поэтому дождитесь окончания вебинара. Еще раз говорю, что презентация будет достаточно динамичная, то есть, да, довольно большой объем информации, возможно, для первого раза, но мы стараемся, скажем так и так, ужиматься по объему информации, правда, очень много. Вот, просьба сейчас отложить все дела, которые у вас могут быть, если у вас есть домашние животные, пожалуйста, их поместите в другую комнату, отложите в сторону мобильный телефон и выйдите, скажем так, из аккаунтов в соцсетях, в которых вы, возможно, даже сейчас находитесь, да, вот, потому что, возможно, когда вы отличаетесь на что бы то ни было, да, то, что вас может отвлечь. Кстати, если есть маленькие дети, тоже, может быть, включите им в другой комнате телевизор либо дайте им какую-нибудь компьютерную игру для того, чтобы они какое-то время, ну, не отвлекали вас от той информации, которую сейчас будем давать. Вот, итак, коллеги, как я говорил, что мы сначала начнем разговор о том, что у нас происходит непосредственно в транспортной отрасли, ну, я думаю, для многих из вас вот эта картина, которая сейчас находится на экране, особенно жителей крупных городов, она достаточно знакома, да, то есть каждый день мы перемещаемся для того, чтобы, скажем так, попасть на работу либо там в офис, если мы занимаемся бизнесом, чтобы зарабатывать деньги и создавать свой собственный бизнес, мы сталкиваемся с ситуацией, которая есть у нас сегодня на транспорте. То есть это, возможно, многочисленные пробки. Подмосковье, скажем так, это каждый день, вот, особенно, вот, пятница, например, это уже обратный, скажем так, исход людей из Москвы и в других городах, я думаю, тоже, потому что определенное количество лет назад огромному количеству людей перепали дачи, да, которые находятся за пределами городов, и вот народ на пару дней выезжает, так сказать, отдыхать от того, что происходит в камне на джунглях. Так вот, эта ситуация, которую мы сейчас с вами видим, она уже, скажем так, сложилась не один год и даже не одно десятилетие. Вот. То есть еще состоит действительно день большинства людей, они начинают перемещаться из точки А в точку Б, да, то есть в нашей жизни это движение. Кстати, сегодня такие показатели, как мобильность, скорость, безопасность, комфорт, экологичность, действительно, это являются трендами, по которым сегодня развивается мир. Вот. И что хотелось бы отметить, когда-то скорость, например, передачи информации и скорость перемещения транспорта, они были одинаковые, потому что информация перевозилась при помощи, там, гужевых повозок, там, лошадей и так далее, и так далее, и так далее. Но с тех пор все очень сильно изменилось. Если сегодня информация передается в доли секунды, благодаря тому же высокоскоростному интернету, какие-то мобильные предложения, которые существуют, облегчают нам с вами жизнь, да, в различных сферах. То есть если мы раньше, например, для того, чтобы заплатить за квартиру, ходили куда-то на почту, либо куда-то еще, сейчас можно, не выходя из дома, нажав там две-три кнопки, перелеснув два-три экрана, введя там несколько цифр, да, мы можем рассчитаться за ЖКХ, мы можем, скажем так, оплатить там тот же интернет и так далее, и так далее. Но что наблюдается еще? То, что вот информация у нас, скорость перемещения информации за многие годы сильно возросла, да, а вот скорость перемещения транспорта, да, вот и вообще, скажем так, развитие транспорта за последние там сто лет, оно изменилось, ну, не очень-то и сильно, потому что и сто лет назад были очень скоростные автомобили, и сто лет назад, скажем так, даже паровозы бегали с высокой скоростью. Единственное, может быть, вырос немножко уровень комфорта, да, там добавили Wi-Fi, что-то еще, но транспорт, он эволюционирует гораздо медленнее, чем способы передачи информации, то есть то, при помощи чего сегодня, скажем так, так развивается мир. Вот, что хотелось бы еще сказать, коллеги, если мы будем говорить с вами именно о транспортной ситуации, то есть ситуации, которая сложилась в транспортных системах, а я ее называл, да, их четыре сегодня, это воздушный транспорт, водный транспорт, автомобильный, железнодорожный, что страдает от этого? Действительно, экология. За последние сто лет, из-за того, что загазованность атмосферы и куча, скажем так, вредных веществ, благодаря работе транспорта, выбраться в атмосферу, появилось огромное количество заболеваний, которых человечество 100-150 лет назад не знало. Сейчас они прогрессируют, и действительно, огромное количество расходов с этим связано в направлении здоровья. Далее, потери времени и комфорта. Действительно, мы стоим в пробках, казалось бы, мы можем сидеть за рулем комфортного там автомобиля, он даже может быть представительского класса, но что толку, да, если мы от дома до работы добираемся 4 часа. Достаточно высокая аварийность. Недаром на данном слайде вы видите скорую помощь, потому что более миллиона человек в мире каждый год погибают на различных авариях, на автотрассах, на автодорогах, да, и в десятки раз большее количество людей становится инвалидами благодаря этим авариям. Соответственно, миллионы и миллионы людей ежегодно страдают от той ситуации, которая у нас сложилась в транспортной отрасли. Ну и заметьте, с каждым годом дорожает топливо, да, хотя, в принципе, запасов его огромное количество на нашей планете, и с каждым годом дорожает стоимость проезда и провоза грузов по различным видам транспортных магистралей, будь то автомобильный транспорт, железнодорожный, водный, там, авиационный, все равно все дорожает, да, то есть дешевле не становится, соответственно, ситуация не улучшается, а только ухудшается. Ну и, как говорится, что мы с этим будем делать? То есть давайте зададимся вопросом, готовы ли мы дальше, да, вот так жить в этой ситуации, терять время, терять здоровье, да, вот, терять деньги или настало время кардинальных перемен? Вот подумайте сами о этой ситуации. Мы сейчас стоим действительно на границе эпох, когда должна появиться технология, которая может решить все эти проблемы. Технология, которая является экологически чистой и высокоскоростной, и с высоким уровнем комфорта, которая экономически выгодная транспортная система. Вот если так это все в целом подытожить. И опыт показывает, что такая технология сама по себе в принципе не приходит. Ей может помочь появиться огромное количество людей, которые имеют потом историческое право действительно назвать себя первопроходцами либо теми людьми, которые эту идею внесли в массу, и потом эта идея реализовалась. Вот именно поэтому мы сейчас находимся здесь и сейчас, на данном вебинаре, об этом мы сейчас с вами будем говорить. Ну и как можно данную ситуацию исправить? То есть чтобы не ходить в противогазах, чтобы, скажем так, не дышать грязным воздухом, чтобы жить как можно дольше, вы можете сказать, что от вас это никоим образом не зависит. То есть, ну вот сложилась такая ситуация, мы в ней живем там и будем жить, поэтому ну что сделаешь? Ничего поменять нельзя и так далее, и так далее, и так далее. Но вы знаете, речь именно пойдет сейчас о том проекте, который может изменить жизнь людей в целом будущем, касаемо, например, той же экологической ситуации, но и жизнь отдельно каждого из вас. То есть действительно необходимо создать транспорт, который бы являлся экологически чистым, комфортным, высокоскоростным и рентабельным финансово, который может конкурировать на рынке транспортных услуг с такими гигантами сегодня, которые мы привыкли. Это железная дорога, автомобильный транспорт, авиационное сообщение. То есть реализовать его при помощи микроинвестиций от частных лиц сейчас стало этой реальностью. То есть выйти на рынок через серию адресных проектов и начать глобальное внедрение технологий, о которой мы сейчас с вами будем говорить. И с выплатой ежегодных возрастающих дивидендов, то есть предоставляется возможность стать собственником технологии, которая будет решать те проблемы, вопросы, возникшие в транспортной отрасе, о которых мы с вами сейчас буквально кратко поговорили. Итак, друзья, сейчас мы будем говорить об инновационной транспортной системе под названием SkyWay. То есть это та технология, которая как раз таки призвана решить те проблемы, которые у нас сегодня с вами существуют. И вот если мы сегодня ничего не изменим через 10-15 лет, то в принципе все будет только хуже. Но вот если сейчас вам зададим вопрос, что будет через 10-15 лет, если ничего сегодня не менять. Многим трудно ответить на этот вопрос. Кто-то может иметь представление, что там может быть. Но вот выход есть реально, это вот в транспорте второго уровня, о котором мы с вами сегодня будем говорить, об инвестиционной возможности и так далее. То есть в принципе представьте себе вот действительно идеальную транспортную там городскую, либо скажем так пригородную картину, то есть идеальную картину. Какая она может быть? Вот вы можете в чате написать свои идеи, то есть как может выглядеть, скажем так, транспорт будущего по вашему мнению. Но мы четко знаем, мы четко представляем, как будет выглядеть в город в недалеком будущем. То есть мы сейчас будем говорить о том, что транспорт будет выведен на второй уровень, да, и мы будем с вами говорить о линейных городах. То есть это та концепция, которая тоже развивается в рамках проекта под названием SkyWay. То есть линейный город, вот так он будет выглядеть. Транспорт поднятый над землей, люди могут жить совершенно спокойно на поверхности планеты, у них в шаговой доступности может находиться достаточно высокоскоростной, комфортный транспорт, который может их доставить в любую точку, куда им необходимо. Город, приград и так далее. И вот так выглядят эти линейные города. И в принципе, это города вы видите кластерного типа, то есть высотное здание, в котором может находиться там и магазин, и офисные помещения, я не знаю, даже администрация каких-то городов. А люди могут размещаться в коттеджах, жить, скажем так, в экологически чистых местах. То есть что это может сделать, что это может принести? Первое, сократить расходы на строительство дорог, потому что действительно строительство дорог по технологии SkyWay в разы дешевле, чем это было бы, например, если строить железные дороги, либо автомобильные. Это значительное сокращение вредных выбросов в атмосферу, то есть фактически восстановление экологии в ее первозданном виде. Это четко можно утверждать устранение аварийности, потому что не будет пересечения транспортных потоков с людскими потоками, как это происходит. Транспорт не будет пересекаться друг с другом, здесь нет перекрестков, здесь нет светофоров и так далее. Ну и, конечно же, это устранение пробок, это тот бич, с которым сталкиваются жители крупных городов. То, что я вижу каждый день, когда еду на работу. То есть для кого-то из вас может показаться, что это слишком идеально, и может это вас огорчить, что, мол, далеко, неосуществимо, мы там фантазеры какие-то и так далее. Ну, давайте начнем с наших городов, и вот с наших предложений, которые делает технология SkyWay. Специалисты нашей компании предлагают начать использовать данную технологию в черте наших с вами городов, где мы с вами проживаем. И первое, на что мы сейчас хотим обратить внимание, буквально два слова. Городской SkyWay. То есть вот так может выглядеть транспортное средство, транспортная технология в черте города. Это SkyWay, который предназначен для пассажирских перевозок. Скорость такого транспорта до 150 км в час в черте города. Правостная способность, пропускная способность в час порядка 20 тысяч пассажиров. Это, в принципе, соизмеримо с пропускной способностью там ветки метро в одном направлении. Ну и строительство данной дороги в 20-30 раз дешевле, чем подземное метро, которое сейчас, например, очень активно развивается на территории московского региона. То есть новая станция метро, там до 2020 года еще не один десяток планируется построить. Далее. Региональный SkyWay, то есть SkyWay, который, технология, которая будет, по ней будет строиться транспорт, который может перемещаться как по территории города, так и, скажем так, ну, ближайшие пригороды, там до 100-200 км пригороды. Вот. Что очень важно, данная путевая структура легко встраивается в инфраструктуру уже построенных городов, потому что практически вот эстакаду задействуется там земли в сотни раз меньше, чем для строительства автомобильной дороги. Скорость такого SkyWay может достигать до 300 км в час. Высота опор может быть 6-10 и более метров. Да, то есть это высота пролета над опорами. То есть под эстакадой можно, опять же, строить, использовать землю по тому назначению, которое необходимо для использования в городе. Длина пролета между анкерными опорами, которые, скажем так, в которых анкируются струны, километры более. Стоимость строительства такой дороги порядка 1,5-2-3 миллиона долларов за километр, что в несколько раз дешевле, чем если строить железнодорожные, высокоскоростные железнодорожные магистрали, либо автомобильные дороги. То есть SkyWay данной технологии намного надежнее, эффективнее и гораздо малозатратнее обычных традиционных транспортных систем. То есть использование строительных материалов, то есть в разы меньше того же железобетона, стали и так далее. Ну и в принципе преимущества SkyWay отражены в материалах исследования Института проблем транспорта Российской Академии Наук. И мы сейчас на нескольких слайдах с вами просто посмотрим в сравнении с другими транспортными системами, в чем выгода использования SkyWay. Если мы сравним, например, по себестоимости строительства. То есть если мы возьмем за 100% монорельс, то есть самый дорогой, наверное, то, что возводилось на территории города Москвы, то порядка SkyWay, если мы будем сравнивать, по отношению к тому же монорельсу, в 12 раз себестоимость строительства меньше. В 2 раза меньше, чем строить железные дороги. И в 4 раза дешевле, если мы будем, скажем так, возводить автомобильные дороги. То есть, ну это можете сами представить, да, то есть какая экономия по строительству. Дальше эксплуатационные затраты. Тут мы видим с вами гораздо большие цифры, потому что, например, в сравнении с монорельсом разница получается фактически в 18 раз, да. То есть в 12 раз дешевле, чем автомобильный транспорт, эксплуатационные затраты меньше. И в 2 раза эксплуатационные затраты меньше по сравнению с железнодорожным транспортом. Далее, транспортная безопасность. То есть если мы возьмем за идеальный показатель, именно показатель SkyWay технологии, то железнодорожный транспорт безопаснее где-то в 2 раза. автомобильный в 10 раз, да, уступает по безопасности технологии SkyWay. Но монорельс, ввиду того, что и скорость невысокая и так далее, он где-то близок, да. То есть если за 100% возьмем SkyWay, то порядка 90% у нас получается, что безопасность транспортная у монорельса. Далее, на что хотелось бы еще с вами обратить внимание, это экологичность. То есть если мы возьмем на 100%, то есть по частоте использования данного транспорта мы в 2 раза превосходим по экологичности монорельс, мы превосходим порядка в 3 с лишним раза железнодорожный транспорт, да, и фактически в 10 раз по экологии мы перекрываем показатели автомобильного транспорта. Это вот то, что сегодня предлагается для реализации группы компаний SkyWay, компаний SkyWay Capital. Так вот, что же такое технология SkyWay, да? Технология SkyWay в себя включает инновационную путевую структуру, инновационный подвижной состав и инновационную инфраструктуру. То есть это здания вокзалов, пересадочных пунктов. Здесь еще речь пойдет о грузовом транспорте, это, скажем так, грузовые погрузочно-разгрузочные терминалы и так далее. То есть все эти элементы, если мы их объединим в одну концепцию транспортной сети, они формируют так называемую сеть под названием TransNet. То есть, как мы говорим, TransNet это следующий шаг в развитии мировой паутины, да? То есть мировая паутина под названием интернет нам с вами всем известна. Вот. Это мировая паутина перемещения грузов и людей. И вот для того, чтобы, скажем так, дать полное представление, что из себя представляет транспорт SkyWay, я сейчас включу вам ролик, который нам помогает проводить информационные встречи и презентации уже на протяжении четырех лет. Он очень простой, он показывает, что из себя представляет технология, поэтому я сейчас на две минуты где-то вас оставлю. Вот. А вам включу посмотреть ролик под названием TransNet. То есть смотрите внимательно, две минуты в срок небольшой, я скоро к вам вернусь. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционно транспортные системы не оптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа TransNet – жестко струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. TransNet – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии TransNet эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. TransNet – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, вы видели ролик TransNet, который демонстрирует, что из себя представляет технология. И сейчас на экране вы можете видеть четыре транспортные средства. Это то, что мы с вами сейчас уже имеем. В принципе, уже существует огромное количество людей и целый ряд представителей различных регионов, которые бы хотели данный транспорт уже сегодня использовать. Потому что действительно он дает и комфорт, он дает экологичность, он дает высокую скорость, намного более доступный по цене и самое главное, что он еще энергоэффективен. Так вот, идеальная картина, о которой мы говорили, о городах будущего и так далее, она по большому счету не так далека. Вот эти четыре транспортных средства, которые вы видите сейчас на экране, они реально существуют. Мы были недавно в Экотехнопарке, на Экофесте, который проходил у нас две недели назад. Три из данных транспортных средств на сегодня уже сертифицированы, кроме грузового, который вы видите слева в верхнем углу. То есть, речь идет о том, что данный транспорт уже есть. И данный транспорт получил сертификаты, то есть, он готов к тому, чтобы быть использованным в разных уголках земного шара. Экотехнопарк, да, то есть, это то место, в котором сегодня осуществляется полным ходом идет строительство и запущена цель его, это, скажем так, демонстрация сертификации транспортных систем технологии Skyway, то есть, научно-исследовательские, проектные, производственные, там, строительные работы, да, все это происходит в собственном центре, который называется сегодня, когда-то мы называли полигон, когда-то мы называли тестовый участок, сегодня это называется экотехнопарк. То есть, это фундамент, действительно, и сердце проекта нашего Skyway. Вот, и именно с него, по большому счету, как вот любят говорить, да, большому кораблю большое плавание, то есть, начинается движение проекта по планете. То есть, движение его, как в рамках проекта и, скажем так, в глазах инвесторов, которые стали участниками проекта, так и по территории земного шара. То есть, как я уже говорил, суть экотехнопарка, то есть, его главная цель – это формирование производственной базы, да, то есть, там, тестового, сертификационного, демонстрационного центра, где происходит испытание, обкатку транспортных средств Skyway, где, скажем так, опробируется путевая структура, и, в принципе, благодаря данному шоу-руму, мы еще его называем, да, осуществляется продажа технологий заказчиков. На чем еще хотелось бы особо остановиться? То есть, как мы говорили, да, технология, она развивается, в принципе, достаточно давно, но чем можно гордиться на сегодняшний день? За время работы с внедрением технологий было получено на сегодняшний день 77 различных патентов и сертификатов. Причем эти патенты и сертификаты – это ведущие страны мира, это и Евросоюз, это и Соединенные Штаты, и Канада, и Япония, и Китай, и, собственно, Белоруссия, еще целый ряд стран СНГ. Но это так, на скидку, то, что сейчас можно вспомнить, да, то есть, более подробно можно посмотреть информацию, что это за сертификаты, будет в новостных отчетах, которые у нас есть на сайте. Что еще хотелось бы сказать? Начиная с сентября 2016 года, можно с гордостью сообщить, что мы участвуем в крупных отраслевых выставках, да, и там демонстрируем достижения развития технологий SkyWay. То есть, как правило, стенды, где демонстрируются наши технологии, они пользуются большим интересом. На этих мероприятиях устанавливаются деловые контакты с потенциальными заказчиками, то есть, благодаря действительно огромному количеству выставок, я буквально перечислю две-три из них, это транспорт России 2016-2017, это белорусская транспортная неделя 2016-2017. Это то, с чего все началось, и на Транс-2016, да, то есть, там, где впервые была показана технология, и как в отчетах там было сказано, что, в принципе, наш стенд вошел где-то в 60 наиболее посещаемых из нескольких тысяч, которые были на территории данного крупного транспортного форума. Вот, и традиционно наши технологии за последнее время, то есть, мы отследили, очень сильно интересуются представители азиатского и тихоокеанского регионов, то есть, это и Австралия, это, скажем так, страны Аравийского полуострова, это страны Персидского залива, это та же Индия, Индонезия, Таиланд, то есть, там спрос на наши технологии достаточно велик. Помимо выставок, да, что хотелось бы отметить, то, что действительно на данных мероприятиях работает сплоченная команда, вот, которая представляет технологию, именно благодаря этой команде у нас на сегодняшний день существует уже огромное количество договоренностей, да, вот, и потенциальных адресных проектов на сегодняшний день привлечено на очень круглую сумму, о которой мы с вами сейчас впереди немножко поговорим, потому что вот потенциальных адресных заказов сегодня, там, на порядка более 160 миллиардов долларов, то есть, это, по сути дела, соглашение, которое были заключены, скажем так, договора о взаимодействиях и так далее, и потенциальная стоимость тех проектов, которые вот на сегодняшний день предполагается, где будет использоваться технология, да, это более 160 миллиардов долларов США, вот, таким вот образом. И вот многие иногда дают вопрос, а зачем мы участвуем в таком количестве выставок и так далее, и так далее, вы знаете, выставка – это то место, где технологии демонстрируются миру, и не принимать участие просто нельзя, потому что благодаря этим выставкам, благодаря этим мероприятиям, да, все больше и больше количества людей в разных уголках земного шара узнают о том, что есть такая технология, вот, и что она заинтересовывает все большее количество специалистов мира транспорта, администрации различного уровня. За командой тех людей, которые представляют технологию на крупных мероприятиях, те, которые проводят переговоры в разных уголках земного шара, стоит опытная команда производственников. И действительно скорость, с которой развивается сегодня проект, она очень высока. И сама идея, скажем так, проекта под ключ разрабатывалась с Юницким, в принципе, на протяжении 40 лет. Но стратегия компании рассчитана не на одно десятилетие вперед. И, как говорит Анатолий Дарьевич, Юницкий единожды построенная дорога будет служить людям не менее 100 лет. Вот. Что еще хотелось бы отметить? То есть технологии развиваются таким темпом, как я говорил, что все большее количество людей узнает о том, что есть технология, которая может решить огромное количество проблем в транспортной сфере. И вы видите, здесь даже на слайде есть Анатолий Дарьевич Юницкий с Далай-Ламой. То есть это один из духовных лидеров планеты. И что хотелось бы отметить? То, что действительно дальновидность Анатолия Дарьевича импонирует многим и государственным управленцам, и крупным, скажем так, коммерческим заказчикам. Ну, вот и духовный лидер, Далай-Ламой, он встречался с Анатолием Дарьевичем Юницким после выставки Smart City, которая у нас проходила в мае месяце 2017 года на территории Индии. Экотехнопарк часто принимает гостей. То есть большое количество различных международных делегаций разного уровня. То есть это представители науки и техники, это представители городских администраций, мэрий городов, губернаторов различных областей и так далее. Они все на территории Экотехнопарка и на территории наших производственных площадей знакомятся с деятельностью компаний, знакомятся с технологией, лично знакомятся с генеральным конструктором, если он в это время находится на месте. То есть все это происходит здесь и сейчас. Очень здорово сейчас деятельность нашей компании привлекает СМИ. Я просто помню еще те времена, когда, скажем так, раз в два месяца какая-то небольшая газетенка печатала информацию, что где-то там зарождается транспортная технология и так далее, и так далее. Хотя, в принципе, когда Анатолий Дорочевницкий был в свой собственный полигон в подмосковном городе Озера, технологий тогда рассказывалось очень много. То есть и центральный телевизионный канал, и печатные средства массовой информации, газеты, журналы, Анатолий Дорочевницкий принимал участие в отраслевых выставках уже тогда. Но вот сейчас уровень скептицизма с каждым годом становится все меньше, меньше и меньше, потому что о нас все больше и больше пишут положительных отзывов, как я уже говорил. Это телевизионные каналы, это радиостанции, это средства массовой информации печатного вида, это газеты, журналы, это СМИ, которые находятся в интернете, это крупные, скажем так, интернет-порталы и так далее, и так далее, и так далее. Но, в принципе, скептицизм, он присутствовал всегда, когда развивалось что-то новое, да, и по поводу идеи можно долго дискутировать, спорить, отрицать, что это вот есть там или нет. Но сейчас отрицать было бы глупо, потому что мы убедились, вот опять же, две недели назад, мы, в принципе, не сомневались сотрудникам компании, но мы проехали на территории эко-фестиваля, внутри транспортных средств, то есть это лучшее доказательство для всех, что данный транспорт существует. Вот. Ну, что хотелось бы еще сказать, то есть СМИ сегодня, как бы, не скупятся информацией о развитии нашей технологии, и белорусские СМИ на территории, скажем так, государства, это у нас развивается, эко-технопарк и находится в производственной площади, вот. Ну, что хотелось бы еще сказать, то, что для того, чтобы убедиться, да, в том, что это реально есть, для того, чтобы, скажем так, увидеть это своими глазами, самое простое, что можно сделать, это приехать на территорию эко-технопарка и увидеть это все лично, да, то есть потрогать руками и так далее, и так далее, и так далее. То есть за время восстановления нашего проекта действительно очень многие люди, как говорится, прозревали. Вот. Так у нас было посещение, скажем так, представителей института проблем транспорта Российской Федерации, да, который, скажем, вынес свое скептическое мнение по поводу развития технологии, но, когда он приехал непосредственно на территорию эко-технопарка, посетил его, ознакомился с технической документацией, ему дали что-то посмотреть, не все, конечно, да, пообщался с инженерами, конструкторами, с лично с Анатолием Ударовичем Юницким, это был представитель кафедры мостов и сооружений, он лично признал, что да, были не видны и неясны некоторые нюансы, соответственно, он сказал, что действительно, до заданной технологии будущее и прочее. И вот то, что я сказал, что вы лично можете приехать и убедиться своими глазами, да, что из себя представляет технология, вот, я сейчас вам хотел бы включить тоже ролик, который продемонстрирует то, как сделали люди совсем недавно, приехали и своими глазами увидели, чего достиг проект на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok что технология развивается, то, что она жива. И, в принципе, как мы уже говорили, глупо было бы отрицать тот факт, что проект под названием Skyway активно развивается сегодня и, скажем так, дает уже свои плоды. Но, наверное, многие из вас спросят, как же это стало возможным. То есть, в принципе, проект в 2013 году задумался, в 2014 году стартовал. Но он на тот момент являлся очень высоко рискованным венчурным проектом. Сейчас, глядя на успехи компании в виде результата, можно сказать, что, в принципе, большая часть пути реально пройдена. То есть, то, что было запланировано, процентов на 70 реализован, мы об этом с вами еще будем говорить. То есть, у нас есть своя испытательная площадка, есть транспортные средства, которые уже, скажем так, перемещаются в путевой структуре Skyway. Но в 2014 году, например, этого не было ничего. Все подходы к людям, имеющим большое количество денег, либо инвесторов, либо олигархов, да, то есть юницким, они, в принципе, не дали никаких результатов. Он общался с представителями большого бизнеса, с чиновниками различного уровня, различных, скажем так, администраций, государственных инстанций. Но, в принципе, все это не дало тех результатов, которые хотелось бы, да, чтобы можно было добиться. То есть, никто не был готов вкладывать деньги в развитие технологий. Потому что нужно было что? Действительно, есть идея, есть четкое понимание, что в железе это можно воплотить, нужны деньги, вот. Большие инвесторы не хотели рисковать, крупные инвесторы, да, то есть им не важно, скажем так, насколько большая у вас идея, когда она принесет прибыль, им нужны деньги здесь и сейчас. И найти, скажем так, очень крупного инвестора, который четко бы, скажем, распознал в развивающейся новой компании и технологии большие перспективы, на тот момент таких людей не нашлось. И так было до 2014 года, пока, в принципе, не возникла, не появилась идея, которая называется краудинвестинг, либо по-другому это, в принципе, мы называем сегодня это народное инвестирование, да, то есть, благодаря тому, что, ну, есть выражение, оно может быть не сильно красиво звучит, но, тем не менее, с меру по нитке голому рубашка, да, вот. Есть истина в этом выражении. То есть, SkyWay сегодня это действительно образец народного проекта, народного транспорта, транспорта, который нужен обычным людям и который решает те повседневные проблемы в транспортной сфере, о которых мы с вами уже говорили. И вот тогда задумался Ницкий, а почему бы людям не стать, скажем так, инвестором в данную технологию, да, то есть была разработана концепция привлечения денежных средств на сумму, там, на минимальную сумму от 15 долларов США, это, правда, было чуть позже, сначала сумма была там, грубо говоря, от 100 долларов, взамен на те деньги, которые люди готовы были вкладывать в проект, Ницкий предложил людям получать доли компании, да, то есть он стал делиться, скажем так, своей собственностью, вот. И после реализации технологии SkyWay, да, людям предложено в дальнейшем получать доход от прибыли компании в тех адресных проектах, которых на сегодня, я вам сказал, уже большое множество потенциально и так далее. То есть эта прибыль будет частично 20% инвестиционными меморандумами прописано, что прибыль компании 20% будет распределяться между теми людьми, которые поддержали технологии в период развития, в период создания вот нашего экотехнопарка, то есть где нужно, скажем так, продемонстрировать возможности транспорта, сертифицировать и после этого выйти на строительство дорог в разных уголках земного шара. То есть проект действительно получил новое дыхание развития, точнее технология, да, можно сказать так, посредством того, что было принято решение привлекать инвестиции посредством краудинвестинга. То есть денежные вложения от обычных людей, от физических лиц, от тех людей, которые, может быть, и не зарабатывают крупный денег, но которому нужен такой транспорт, о котором мы с вами говорили. То есть и как только пришли первые инвестиции, не сразу, но тем не менее, где-то через год началось строительство экотехнопарка, стали происходить вот те самые преобразования, о которых мы с вами говорили, да, и начался стремительный рост скайбэй. В 2016 году стремительный рост именно в плане привлечения инвестиций начался уже, скажем так, можно сказать, на территории всего земного шара. Компания отчитывается перед инвесторами практически каждый год. Ну и, в принципе, то же, скажем так, мероприятие, которое у нас проходило совсем недавно, экофестиваль, это тоже, по сути дела, отчетное мероприятие, где люди могут своими глазами видеть, что достигнуто за год после предыдущего экофестиваля. Ну, по сути дела, оказалось, что простые люди ждали действительно такой идеи. Вот, она нашла отклик среди людей, да, и действительно, инвестирование посредством краудинвестинга стало здорово подпитывать проекты. По сути дела, 99,9% денежных средств приходит в наш проект посредством пока краудинвестинга. Вот, проще, как я уже говорил, собрать там с большого количества людей по 100 тысяч долларов, да, чем найти одного человека, вот, и который будет вкладывать там многие миллионы. Плюсом, что еще важно, действительно, что контрольная технология сохраняется генеральным конструктором, владельцем этой технологии, Анатолием Дородовичем Юницким, да, вот, и, в принципе, весь проект струнного транспорта, это старт его проекта, потому что у Юницкого есть, скажем так, и более амбициозные идеи, там, освоение ближайшего космического пространства и так далее, и так далее. Ну, вот, именно благодаря народным деньгам, модели краудинвестинга, мечта Анатолия Дородовича, которая, скажем так, зародилась в 77-м году прошлого столетия, начала реализовываться. Вот, благодарность, действительно, за то, что люди стали активно приходить в проект, Юницкий закрепил в концепции проекта принцип, по которому каждый, кто сегодня стал совладельцем пакетов долей и кто помог реализовать технологии, он становится совладельцем технологии под названием Skyway. То есть, вот, ни много ни мало, каждый, кто сегодня, кто уже инвестировал, либо тот, кто будет это делать в ближайшее время, становится совладельцами крупнейшей транспортной технологии в ближайшее время, да. То есть, благодаря инвесторам, действительно, то, что мы сегодня видим, это стало возможным. Которые работы происходят, например, на территории экотехнопарка, за его пределами, в том масштабе, в котором мы сегодня не видим, да, стали возможны благодаря тем людям, которые находятся в разных лугахах земного шара и с которыми по своим возможностям, по своим меркам инвестировали непосредственно в данную технологию. А какие-то работы, это действительно строительство, это проектирование, это производство, скажем так, есть свои собственные производственные площади на сегодняшний день, Это работы, связанные с испытаниями, сертификации, за которые необходимо платить. Это, в принципе, оплата участия в тех же выставках, крупных мероприятиях, в которых принимает участие специалисты нашей компании. Все, вы понимаете, это происходит не спонтанно, все это происходит не бесплатно, потому что участие в любом транспортном, в любом, скажем так, форуме международном, касаемо любого направления, это, в принципе, затратная статья. И вот благодаря тем деньгам, которые приходят в технологию на сегодняшний день, все это сегодня двигается, все это развивается тем должным образом, которым мы с вами сегодня видим. Итак, что очень важно, в момент старта данного проекта, технологии Skyway, был отработан 15-этапный план развития, и, в принципе, каждый этап подразумевает достижение определенного объема работ, который необходимо выполнить, соответственно, этот этап необходимо финансировать. Skyway Capital сегодня является партнером группы компании Skyway, то есть корневая компания у нас есть, так называемая, которая развивает непосредственно саму технологию, это предприятие струнной технологии, находящееся на территории Белоруссии. А 15 этапов, те, которые были разработаны, это действительно сложная стадия в развитии нашего проекта. И, по большому счету, сегодня Юницкий и Skyway дают возможность присоединиться к нашему проекту, огромное количество людей, стать частью истории, стать частью реализации идеи, совладельцами технологии. И, в принципе, действительно огромное количество людей сегодня рады тому, что они приняли участие в развитии нашего проекта, и с большим удовольствием сами инвестируют денежные средства, еще, скажем так, как говорится, работают как радионародные, да, дают информацию своему окружению и привлекают все большее количество инвесторов в развитии нашего проекта. Люди чувствуют сопричастность к тому, что происходит сейчас, да, к переменам, которые несет с собой струнный транспорт, вот. Ну и, конечно, компания воздает где-то им дань признания. Вы сейчас на слайде видите «Звездное небо», которое было организовано на втором эко-фестивале. То есть фамилии тех людей и имена, которые инвестировали денежные средства включительно до апреля 2017 года, они написаны на потолке музея Skyway, который, скажем так, сегодня находится на территории Экотехнопарка. Вы видите довольных инвесторов, да, которые нашли свою фамилию, которая размещена на этом «звездном небе», как мы его прозвали, да, и действительно там сотни, там тысячи людей, да, которые инвестировали в наш проект, начиная с 2014 года. Как мы говорили, что сегодня вот мы немножко поговорим о будущем, и вы к этому будущему, по большому счету, соприкоснулись. То есть оно оказалось, с одной стороны, невероятное, да, там далеко перспективное, но вот это будущее создается уже сейчас. То есть мы кратко дали информацию о том, что есть технология, есть проект, который, скажем так, может здорово изменить жизнь людей и уже меняет. То есть дает людям надежду, веру, энергию в то, что будущее станет гораздо лучше, чем оно, скажем так, чем та жизнь, которая есть у нас сегодня на данный момент. Вот. И действительно многие люди, которые пишут свои отзывы, рассказывают, скажем так, видеоинтервью, которые у нас отображаются на сайтах, в средствах, скажем так, информационных источниках нашей компании, они говорят о том, что данный проект меняет жизнь. То есть реально мы живем сегодня в такое время, когда вот вещи, о которых мы никогда даже не думали, да, они становятся реальностью. То есть вот они находятся там. Вчера об этом никто не мог подумать, сегодня мы можем, например, не выходя из дома, пообщаться с кем-то, увидеть этого человека и так далее. Раньше нужно было идти на международный переговорный пункт, заказать там за несколько дней этот переговор несчастный, 3 минуты, и потом прийти и еще сидеть ждать, пока тебя позовут в кабинку. Вот. А могли бы вы себя вот раньше представить, например, акционером компании, да, которая будет претендовать в ближайшее время на 50% всего мирового транспортного рынка? Кстати, емкость транспортного рынка порядка 4,8 триллионов долларов. То есть 50% этого рынка, да, может занять технологии под названием SkyWay. Вот данный успех, данная технология, он может очень серьезно в финансовом плане изменить вашу жизнь, сделать вас финансово обеспеченными людьми. Вот. И как когда-то, да, вот транспортные проекты такие, как железные дороги, автомобили, которые появились там, авиаконцерны, то есть когда-то этого всего не было. А сегодня они работают, сегодня развиваются эти компании, они приносят прибыль и доходы, скажем так, детям и внукам тех, кто когда-то принял решение, вот, и стал инвестором в развивающейся новой транспортной технологии в то время. Ну, будущее всегда строится людьми, да, которые перед собой ставят высокие цели, у которых есть видение, у которых есть решимость, которые, скажем так, обладают определенным упрямством и двигаются в выбранном направлении. Но вот не всегда, кстати, таланты достигали того, чего они хотели. То есть, в принципе, иметь идею, создать идею, да, сделать даже опытные образцы, это, в принципе, полдела. Вот. Но самая сложная работа, как правило, начинается в момент воплощения. И для этого, по большому счету, нужна хорошая, скажем так, поддержка чья-то и нужны ресурсы. А ресурсы, ну, в первую очередь, наверное, это финансовый ресурс. И действительно, исторический процесс, он устроен таким образом, да, что вот, то, что когда-то было невозможно, кто-то поверил в идею, кто-то начал, скажем так, двигаться в выбранном направлении, и он шел через тернии. Многие люди, как бы, не верили и смеялись, как-то зачастую бывает. Но, тем не менее, технологии совершенствуются, меняются времена. Вот. Старые технологии меняются новыми технологиями, и вот сейчас, в принципе, действительно, неважно, насколько вы верите, да, вот, будет это меняться, не будет это меняться. То есть, общество развивается, технологии развиваются, сегодня компьютер такой, завтра компьютер еще более будет совершенный. Я просто помню первые компьютеры, когда я пришел в часть молодым лейтенантам, и нам в часть вдруг передали в 90-м году так называемую двойку, 286-й компьютер, да, то есть, там, мы прыгали до потолка, я не помню, у него, по-моему, объем памяти был 16 мегабайт. Представляете себе, да? И сегодня, то есть, сегодня флешка, которую вы вставляете, скажем так, в свой телефон, она может быть и 64 гигабайт, и 128 гигабайт. Представьте, в какое количество раз, просто по объему памяти, да, маленькое вот это устройство превосходит тот здоровый ящик, который я видел, скажем так, в годы начала своей службы. И вот вопрос стоит часто в чем? Не в то, что верите в это или нет, а как вы к этому имеете причастие или нет, то есть, вам это дает какую-то пользу или нет. Вот, например, пример развития компании Стива Джобса, да, либо там Билла Гейтса, то есть, это Apple, это Microsoft, то есть, многие с упорством отрисали, что персональные компьютеры не нужны, надо развивать большие ВМ, этой компанией, кстати, IBM, когда-то, да, то есть, им тоже предлагали принять участие и профинансировать развитие рынка персональных компьютеров. Они на тот момент отказались и сказали, что идите отсюда. Вот, в начале 19 века реально никто не мог подумать о том, что по железной дороге можно, скажем так, перевозить людей. То есть, она планировалась для перевозки грузов в первую очередь, да, сейчас те люди, которые тогда подхватили идею, видели перспективу, тогда заработали, и сейчас, как я говорил, их дети, например, и внуки обеспечены на долгие годы вперед. Вот. Все мы с вами знаем историю господина Бенса, да, то есть, сегодня огромное количество автомобилей под названием Mercedes-Benz перемещаются по планете Земля. Вот. А этого мало не состояться, потому что просто он изобрел двигатель внутреннего сгорания, и именно благодаря тем людям, которые проинвестировали в его предприятие денежные средства, мы сегодня видим успешное развитие компании Mercedes-Benz. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что есть идеи, есть те люди, которые помогли реализовать. Кстати, есть идеи, скажем так, с одной стороны часто вспоминают братьев Райт, да, то есть, это развитие авиации и так далее, и так далее, но все ли было гладко? Да, эти братья, которые продемонстрировали, что аппарат тяжелее воздуха может взлететь и какое-то расстояние пролететь. Но люди, которые продемонстрировали нам возможности, скажем так, и потенциально будущей авиации, они в итоге вымерли в нищете, по сути дела, да. Идею реализовал господин Боинг, который на тот момент, по-моему, занимался заготовлением там леса и деревообработкой и так далее, и так далее. Он увидел перспективу, и на каком-то этапе 50% авиационного рынка, да, принадлежало компании Боинг. Вот, сейчас у них есть конкуренты в виде там А, Airbus, а там еще нескольких компаний. Но, тем не менее, Боинг занимает свое достойное место в сфере авиации. Итак, компания Skyway Capital. Вот, мы конкретно говорим сейчас о ней, то есть, что это такое, да, это платформа для инвесторов Skyway. То есть, сегодня, вот у нас, вы знаете, эпоха интернета, куча финансовых инструментов новых, вот, и стать участником нашего проекта может, по сути дела, любой человек. Все, что необходимо для этого сделать, это нужно зайти на нашу страницу Skyway Capital. То есть, это, по сути дела, инвестиционный фонд группы компании Skyway. Вы можете зарегистрироваться, и специалистами нашей компании оказывается информационная, техническая, юридическая поддержка каждого отдельно взятого инвестора Skyway. То есть, платформа очень удобная, у нее очень удобный интерфейс. Он позволяет всем участникам проекта и партнерам получать весь необходимый объем информации, документации, функционал для того, чтобы вы разобрались в том, чем мы занимаемся, и стали совладельцем технологии под названием Skyway. И что еще немаловажно, да, я хотел бы еще добавить, то, что, помимо всего прочего, почему, кстати, одна из причин, я нагло продолжаю утверждать, почему проект активно развивается, потому что у нас еще есть программа лояльности, либо партнерская программа. Вот. И данная партнерская программа сослужила и служит нам сейчас отличную службу, потому что инвестиции в подобный проект, скажем так, история, это не однодневная, да, и, соответственно, компания должна была проделать немаленький путь для того, чтобы построить экотехнопарк, там, обкатать и сертифицировать транспортные средства и так далее, и так далее, и так далее. Потом ввести адресные проекты. И для того, чтобы наши инвесторы еще были заинтересованы не просто в тем, что они в будущем будут получать доходы в виде дивидендов и так далее, была создана партнерская программа. То есть появились структуры людей, которые давали информацию окружающим людям, привлекали таким образом все больше инвестиций в развитие нашего проекта, компания вознаграждала данных людей определенным процентом от тех сумм, которые приходят в компанию на реализацию технологий. То есть ознакомиться, кстати, с партнерской программой любой из вас может непосредственно внутри личного кабинета партнера компании Skyway Capital. То есть она достаточно простая. Если будут какие-то вопросы, я сказал, что специалистами нашей компании будет вам оказана консультация, вам подробно расскажут, что и как, откуда проистекает и какие действия, скажем так, переводят к тому, чтобы создать свой крупный бизнес уже сегодня, не дожидаясь выплаты дивидендов через 2-3-5 лет. Что еще хотелось бы отметить, что очень важный и ключевой момент, выгодообразующий параметр в развитии технологии Skyway и в развитии бизнеса любого из вас, им является дисконт. То есть это разница между сегодняшней стоимостью долей, которую вы приобретаете в нашем проекте. Вот номинально. У нас номинал взят 1 доллар США. По мере продвижения компании, по мере, скажем так, плана развития вот тех 15 этапов, рисков, так как мы уже многое сделали, становится меньше, технологии являются стабильнее. Таким образом, сегодня есть уникальная возможность стать инвестором, скажем так, за 15 долларов. И вот вы видите, дисконт 12 этапа, на котором мы сегодня находимся, он составляет от 1 к 17, то есть 17 раз можно увеличить свои денежные средства, инвестировать всего 15 долларов, до 1 к 80. Это, скажем так, максимальный пакет. Когда я пришел сотрудником в компанию Skyway, дисконт на тот момент, это был второй этап, составлял минимальный 250 раз, а максимальный полторы тысячи раз. То есть рисковость была гораздо больше, люди, которые приходили в компанию инвесторами, рисковали гораздо больше, скажем так, и в принципе это справедливо. Тот, кто пришел на более ранних этапах, и это происходит в любом виде бизнеса, тот имеет более выгодные условия по сделанным инвестициям. Возможно, в ближайшем будущем, да, вот эта инвесторная модель инвестирования, она будет использоваться во многих других отраслях. Но вот сегодня мы являемся, наверное, чуть ли не единственной компанией, которая реализует тяжелую транспортную технологию благодаря вот такой системе, которая есть и партнерской программой, краудинвестинг, да, при увеличении денежных средств от физических лиц, и плюс ко всему люди имеют возможность получать доходы, точнее процент от доходов компании в будущем от огромного количества адресных проектов в разных уголках земного шара в виде дивидендов. У нас вы можете подобрать любой инвестиционный пакет по вашим возможностям, как я вам говорил, от 15 долларов и выше. Вот. И, в принципе, предвосхищая ваши вопросы, у нас действительно проходят различные акции, у нас бывают различные предложения, выгодные для инвесторов, но, в принципе, это в мире маркетинга, любого маркетинга, будь то банковская деятельность, страховой бизнес, там, так далее, и так далее. Людям, которые делают серьезные шаги, как правило, предоставляется какая-то возможность получить чуть больше, какие-то подарки, и так далее, и так далее. То есть периодически акции есть и у нас, в компании Skyway Capital. И, в принципе, вот то специальное предложение, о котором я вам говорил в начале нашего сегодняшнего вебинара, то, на чем хотелось заострить, сегодня, находясь на 12 этапе, компания Skyway Capital проводит тоже бонусную акцию. 10% от количества долей, которых вы приобретаете, вам еще дарится в подарок. То есть купили вы, например, за 1000 долларов, там, 45 тысяч долей. Если вы в течение 7 дней после регистрации сделали верификацию, приобрели этот пакет долей после регистрации внутри личного кабинета, вам эти 10% будут начислены. Если вы покупаете разовый пакет, вам сразу они начисляются. То есть, если вы берете пакет по рассрочке, соответственно, в момент окончания выплаты рассрочка, у нас есть пакеты, приобретаемая рассрочку, вам будут сверху еще на премиальный счет начислены 10% от того количества долей, которые вы привлекаете. Что хотелось бы сказать, да, что сегодня вот мы финансируем экотехнопарк. То есть, экотехнопарк это фундамент, база, стержень, то есть, то, откуда все начинается, как мы говорили, в развитии нашего проекта. Нулевой километр, кстати, был заложен в экотехнопарке в 2015 году, в октябре, да, то есть, у нас состоялась тогда первая конференция в Минске, где Анатолий Дарвич отчитался перед партнерами. Точнее, конференция первая после того, как уже началось строительство. До этого были международные конференции. Так вот, нулевой километр, скажем так, проекта Skyway находится в Республике Беларусь, да, и сегодня самое важное, это то, чтобы мы закончили строительство экотехнопарка, уже приступили к тем адресным проектам, провели сертификацию, и началось движение технологии по всему земному шару. И вот те выгоды, о которых мы кратко рассказали, по большому счету, мы к чему все это говорили? Мы приглашаем вас в команду, в большую команду единоличников, единомышленников и партнеров, компании Skyway, да, и вместе с нами вы можете двигаться к тому будущему, который вы сами себе планируете, да, и у вас, кстати, вместе с нашим проектом смелость планирования будет гораздо выше, чем то, что было до этого момента. Ну вот на данном слайде вы видите элементы партнерской программы, в принципе, вот такие рисунки вы можете найти внутри личного кабинета партнера компании Skyway, да. Вопросы-ответы, как я вам сказал, у нас будут, но немножко позже, вот. Ну и что еще хотелось бы отметить? Буквально два слова. По партнерской программе я буквально скажу еще то, что действительно, ну, важные пункты, да, это возможность создания дохода уже сегодня, не дожидаясь, как я говорил, выхода группы компаний Skyway на мировой транспортный рынок и получения дивидендов. Очень важно то, что маркетинг-план, который есть в нашей компании, он очень прост, любой из вас может его понять. И еще очень важно, что вместе с партнерской программой нашей компании вы можете создавать сегодня свой крупный международный бизнес, потому что мы используем те преимущества, которые предоставляет интернет, да, соответственно, интернет сегодня практически, ну, не то, что там в каждой точке земного шара, но тем не менее, во многих местах, где у вас могут появиться партнеры, и находясь, например, где-то в городе, там, неважно, Новосибирске, Салихарде, Барнауле, или это будет, может быть, Алмата, там, Астана и так далее, и так далее, Минск, неважно, где там, это, может быть, страны Балтии, если вы проживаете там, вы находитесь там, и ваш бизнес строится в разных уроках земного шара. Итак, гарантии. Люди часто спрашивают, какие гарантии реализации проекта, там, на сегодняшний день, и так далее. Ну, первое, то, что Юницкий действительно дал надежду на преобразование мира и нашей жизни. Вот, он является автором струнных технологий, он дважды руководил проектом организации огненных наций за время развития своей внедрения технологий, является членом Федерации космонавтики СССР, у него более 150 различных изобретений, более 200 научных работ, и очень многое, можете найти материалы, видеоматериалы, печатного материала на сайте непосредственно генерального конструктора технологии Анатолия Дорожевича Юницкого. Дальше, что очень важно хотелось бы еще отметить, у нас есть экотехнопарк, то есть то, что действительно 3-4 года назад практически было, в Марьиной Горке, в Республике Беларусь. Мы имеем результаты реальной деятельности нашей компании. Идут испытания, запускаются новые транспортные средства. То есть, все это сегодня реально. Я вот опять же очень рад, что я своими руками потрогал свое туловище, если так сказать, грубо перевез внутри Юнибуса, который 14-местный, вот мне удалось, скажем так, пропутешествовать на территории Экотехнопарка. МИД доставил удовольствие. В проекте на сегодняшний день более 350 тысяч инвесторов и партнеров, которые присоединялись в наш проект, начиная с 2014 года и по сегодняшний день. То есть, огромное количество людей, которые были на различных экофестивалях, были те, которые были на всех трех, потому что они приезжали лично убедиться, что происходит. И все эти люди на сегодня голосуют и поддерживают Анатолию Дорожевича Юницкого в развитии проекта под названием Skyway. Очень важно то, что наше предприятие не просто там развивается само по себе, а уже сегодня предприятие, находящееся на территории Республики Беларусь, имеет высокий уровень научной и проектной проработки самих технологий и, в принципе, имеется ряд патентов, свидетельств, дипломов. Например, на сегодняшний день компания имеет все разрешительные документы на ведение работы от момента разработки технической документации до, скажем так, проектирования и конечного строительства, является членом торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, входит в союз строителей Республики Беларусь. У компании на сегодняшний день уже большое количество различных партнеров, представляющих разные страны, ну вот я не буду называть многие из них, но есть компания САП, которая производит металлоконструкции, это шведская компания. И очень важно, что на сегодняшний день в конструкторском бюро и на производстве группы компаний Skyway используется программное обеспечение, это технология 4.0, индустрия 4.0, 3D-экспириенс компании DASO Systems. То есть наша компания на территории Беларуси первой стала использовать данные программы, которые позволяют, если где-то в одном месте изменилась, например, резьба на винте или что-то еще, перестраивается весь процесс, и, скажем так, все, кто принимает участие в реализации транспортного средства, чего-то еще, они все это видят, и происходят мгновенные изменения. То есть вот это вот есть такие уникальные программы сегодня. У компании уникальное оборудование, то есть это новейшие станки с программным управлением, и все это, скажем так, благодаря той же системе краудинвестинга. Сегодня у нас более 600 только инженеров и технических, скажем так, специалистов. У нас порядка 15 конструкторских бюро в Республике Беларусь, и я уже говорил, что более 350 тысяч инвесторов, более чем в 200 странах мира. Это то, что мы имеем на сегодняшний день. Что очень важно? Важно отметить следующее, то что мы находимся, как я вам говорил, на 12 этапе развития. То есть мы реализовали проект под названием SkyWay на 73%. Осталось 12 этапа, наверное, уже совсем ничего. 13, 14 и 15 этап. Это то время, которое предоставляется людям, которые еще не стали инвесторами в нашем проекте, либо тем, кто ими уже является, приобрести большее количество удалений, чтобы на это большее количество удалений в дальнейшем получать большее количество денежных средств в виде дивидендов. То есть ничего не бывает вечным, в том плане, что когда-то закроется возможность инвестирования непосредственно в саму технологию. Соответственно, когда данная возможность будет закрыта, люди в дальнейшем смогут только принимать участие потенциально в отдельно взятых адресных проектах. А те, кто принял участие в инвестировании в технологию на данном этапе, сейчас пока это возможно, будут получать доход со всех адресных проектов в виде распределения дивидендов от прибыли компании по тем адресным проектам. Дисконт сегодня все еще оставляет, скажем так, и все еще может принести огромную прибыль. Как я вам говорил, от 17 до 80 раз могут приумножиться ваши денежные средства. То есть не взвешивайте долго, принимайте решения, научитесь принимать решения быстро. Отдел информационной поддержки в Москве, служба технической поддержки, которая работает, скажем так, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, всегда к вашим услугам. То есть вам ответят на вопросы, вас поддерживают, вам помогут разобраться от технологий до того момента, каким способом вам лучше перевести денежные средства и так далее. Сейчас на слайде вы видите адрес нашего московского представительства компании Skyway Capital, улица Щепок, недалеко от метро Серпуховская и метро Повелецкая. Здесь вы видите телефон, электронную почту. Пишите, звоните, с удовольствием поможем вам разобраться. Мы работаем для вас, как говорится, мы рады сотрудничать с любым человеком, который видит перспективу, который, скажем так, задает правильные вопросы. Вопросов, как правило, не бывает глупых, но тем не менее. То есть есть те, кто задает вопросы бесконечно. Я предполагаю, что те из вас, кто первый раз пришли на наш вебинар, задают вопросы и потом начинают действовать. Ну что еще я хотел бы сказать? Для тех людей, которые попали на наше мероприятие, не по приглашению кого бы то ни было. У нас есть возможность, как я сказал, развития реферальной партнерской программы. А те, кто просто нажал на кнопку в интернете, его никто не звал, этот проект, он увидел информацию и пришел на наш вебинар. Те из вас, кто в течение 24 часов после нашего вебинара зарегистрируется и выйдет, скажем так, потом в дальнейшем пройдет верификацию, то есть у него еще будет возможность получить 100 бонусных долей. Поэтому, как я говорил, долго не думайте, в дальнейшем, когда вы зарегистрируетесь и подадите документы на верификацию, после приобретенного пакета долей, которые вы в дальнейшем будете приобретать, вам еще в подарок подарят 100 бонусных долей. Ну, ни много, ни мало, если по номиналу говорить, это 100 долларов. Но в дальнейшем, по мере реализации технологии, ценность технологии будет расти, соответственно, каждая отдельно взятая доля будет стоить дороже. Вот такая информация. То есть кнопка зарегистрироваться есть на сайте компании Skyway Capital, вы по ней можете пройти, осуществить регистрацию. А сейчас я хотел бы, если есть вопросы, постараться попробовать ответить на эти вопросы. Я думаю, в чате кто-то что-то писал. Сейчас я посмотрю. У меня есть помощники в проведении сегодняшнего вебинара. Мы немножко дольше с вами, да, сегодня, чем 30-40 минут. Но, как я бы говорил, объем информации огромный. Хочется, скажем так, дать вроде бы кратко и так далее. Так. Проект или компания? Смотрите, что значит это за вопрос? Вот мне задали вопрос, проект это или компания? Проект Skyway, это проект, да, группа компаний Skyway, которая запустила, скажем так, в 2014 году, да, первые инвестиции пришли в январе 2014 года, краудинвестинговую программу по привлечению инвестиций в строительство тестового участка, на котором будет продемонстрировано, что из себя представляет технология Skyway. То есть это и компании, у которых есть название Skyway, да, это и проект. Проект, потому что, скажем так, в нем есть технологии, в нем есть способ привлечения инвестиций и так далее. Ну, слово проект, я не знаю, может кому-то режет уши. По-моему, нормальное слово. Насчет перехода на следующий этап я вам четко не скажу, потому что нам объявят, я думаю, что, как правило, за 2-3 недели нам сообщает руководство, когда планируется переход. Ну, ничего страшного, у нас были, скажем так, этапы развития, которые длились и 9 месяцев, поэтому полгода это не так много. Если больше вопросов нет, коллеги, то, наверное, тогда на этом будем с вами прощаться. Огромное вам спасибо за то, что были сегодня с нами. Если вам нравится данная информация, которую мы даем на данных вебинарах, приглашайте своих потенциальных партнеров, тех, кто вас окружает, на подобные мероприятия, они у нас проходят по понедельникам. Понадобится ли, скажем так, что-то подобное, там, рассказы о партнерской программе и прочее ознакомление, да, мы будем проводить и вебинары, касаемые развития бизнеса по партнерской программе. Пока мы работаем в формате презентации компании Skyway Capital каждый понедельник в 17 часов. У нас еще есть целая, скажем так, цепочка вебинаров, различных по различным тематикам, на разных языках, кстати. Информацию об этом вы можете найти в разделе событий как на сайте нашей компании Skyway Capital, так и внутри личного кабинета. Нажимайте события, там есть оффлайн-мероприятия, онлайн-мероприятия. Оффлайн-мероприятия – это те города, в которых проходят живые презентации в зале делиры нашего проекта, знакомят потенциальных партнеров и тех, кто, скажем так, пришел разобраться до конца, что и возможности, которые есть в проекте компании Skyway Capital. Вот таким вот образом. Я же на этом буду заканчивать. Хочу вам сказать огромное спасибо, здоровья, любви, денег, отличной вам недели, которая сегодня началась. Ну и до новых встреч на волнах вебинаров Skyway Capital. Спасибо вам огромное. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok